Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я сегодня проснулась и просто офигела. Смотрите, что сделала эта серая скотина ночью. Вот это вообще. Вот эта вот дырка. Вы представляете? Он гад. За кем-то гонялся. Вот такая вот дырень на все окно. Он гад. За кем-то гонялся. Ночью, судя по всему, за мухами, за комарами. И порвал всю сетку. Он никогда не был в этом замечен. Это сетки из фикс-прайса. Одной сетки мне хватило на балкон и на кухню. На балконе все нормально, все отлично. И вот на кухне он ночью сотворил такое дело. Я вообще в шоке. Сейчас сказала мужу, если они есть в фикс-прайсе, он купит. Сделаю заново. Вот такое вот происшествие. Купил нам папа сетку. Вот она как выглядит. 77 рублей в фикс-прайсе стоит, по-моему. На сайте, по крайней мере, такая цена. Антимоскитная. Здесь еще вот такая клейкая штука идет в комплекте. Но мы с вами будем делать по-другому. Я вам уже показывала. Многие девчонки, по-моему, советы поменяли. Как бы и счастливы, потому что дешево и сердито. На балконе уже вот она у меня несколько месяцев. Все отлично. И по вашим советам попросила, чтобы он мне купил троксерутин. Я вам когда показывала, рассказывала, вернее, о венотонике. И вы мне посоветовали, девчонки, троксерутин. Что он действительно помогает и здорово охлаждает. Наши ножки сейчас устают. Но и после кесарева тоже, как профилактика, важно ухаживать за ногами. Попробую. Мне интересно, на самом деле, какой тут состав. Где у нас состав? Так, троксерутин, конский каштан, гинго, белоба. Так, охлаждают горячие тяжелые ноги. Действительно, почувствовали ноги легкими, отдохнувшие. Небольшое количество геля нанести легкими массирующими движениями на кожу сверху. Ой, снизу вверх. Один-два раза в день. Состав. Ага, ментол, конский каштан. Масло лимона, мочевина размягчающая. Ну, вот он состав. Ну, в общем, попробую сейчас. Будем с вами сетку менять. Покажу, как я это делаю. Попробуем вот этот гель. Смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. Для тех, кто не видел, еще раз рассказываю. Мы с вами будем вытаскивать вот эту резинку. Она вставлена в паз. Именно она держит у нас сетку. То есть, если вы хотите, не обязательно сетку 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 сетку. А где-то, девчонки говорили, в садоводческих магазинах брали поплотнее. Мы вот эту резинку с вами сейчас я найду, где тут конец. Но можно и так вытаскиваем. Вот таким образом. И вместе с ней вытаскивается сетка. Потом берем новую сетку, закрепляем резинкой. Сначала закрепляю, натягиваю, закрепляю. А потом уже обрезаю лишнее. Мы с вами вот таким образом вытаскиваем резинку. Потом в пазы будем ее вставлять, прижимая пальчиком. Или я беру ножницы и обратно стороной, где кольца. Я вот так нажимаю, чтобы она туда поглубже встала. И вставлять будем. Сейчас я полностью сниму. Это рвание нужно, представьте, так порвать. Это капец, блин, кот. Эти липучки нам получается не нужны, потому что мы будем с вами вставлять сетку, а не прилеплять ее. Смотрите, вот так ее слегка натягиваю, закрепляю вот такими вот зажимами, чтобы было неудобно. И сейчас будем начинать с вами вставлять резинку. Вот я начала отсюда с уголка. Вот так натягиваю сеточку. И вставляю резинку. Сначала рукой. А потом, ну вот я ложку сейчас взяла, допустим, обратным концом ложечки, чтобы резинку вот так поглубже у нас с вами. Оп, оп, оп. И так по всему периметру. Все, вставила новенькая красивая сеточка, готова. Остатки сейчас вот здесь с одной стороны я обрежу. И вот этого вот куска хватает на два окна. Сейчас обрежу и поставлю на место. Все, сеточка стоит. Страшно мне было, потому что она опасна. Не упадет, нет. Я специально креплю вот эту штучку, потому что держать, которую сетку по бокам были, они у нас отломались. Я креплю вот эту штучку с внутренней стороны и за ней ее держу и вставляю. Вот все, новая красивая сеточка. Все как бы отлично. Все, лезгут. Надеюсь, кот больше не будет так делать. Сейчас троксерутин попробуем. Ни разу его не брала. Вот такой вот тюбичек. Так. И здесь у нас фольга. Так он выглядит. Желтоватый такой какой-то. Сейчас нанесу на ноги и расскажу вам про эффект. Ну что, девчонки, про троксерутин. Время, конечно, покажет, но охлаждает он действительно классно. Вот уже прошло минут 40 точно. И до сих пор ножки холодит. Поэтому вообще здорово, конечно. Мне понравилось. Спасибо вам огромное за совет. У вас советы иногда бывают бесценные просто. Еще раз спасибо. Хочу купить маску для волос от Pantin. Посмотрела вчера Алена Резван. Любимую свою. И она там хвалила очень шампунь и маску. Потому что у меня все бальзамы дома, все маски позаканчивались. А волосы требуют увлажнения. Сейчас в наш магазин в хозяйственной зайдем. Если там нету, то пойдем, наверное, в магнит-косметик. Нет, не хочу магнит-косметик, потому что я переехал. Вообще печаль. Наш магазин переехал. Был такой классный. Ой, будь здоров. Был такой классный магазин вообще. Там была и белорусская косметика. И все дешево очень. Все для дома. Вы знаете, всего по чуть-чуть. И много хорошей, качественной бытовой химии. И вот белорусской косметики. Жалко. Переехали далеко. Поэтому придется идти ванной косметикой. Вот в итоге что взяла. Маска была по акции. Шампунь, по-моему, нет. Под 300 рублей где-то такая цена. Сейчас пойду все пробовать. Вам потом обязательно расскажу, как работают эти средства. Давно я не пробовала. Пантин. Вообще, наверное, сто лет уже. Так что самой интересно. Девчонки, ну ку. Слушайте. Я не хотела сушить феном. Посмотрите, как они так лягут. Хотелось. Но мы спешим в поликлинику. У нас первый плановый поход к педиатру. Поэтому сушилась. Смотрите, как здорово. Такой легкий эффект ламинирования. Причем они такие рассыпчатые. Он мне очень понравился. Но шампунь, он такой, знаете, все равно после него волосы запутанные. То есть, если они у вас убиты, у меня убиты, да? Они будут запутанные. Он без утяжеления, без эффекта. И масочка пока без утяжеления абсолютно. То есть, я довольна прямо на все сто. Мне очень нравится. Сегодня еще, если постряхусь, кончики немножко обрежем, будет вообще здорово. Может, и не постригусь. Потому что с такой масочкой они и так лежат отлично. Мне понравилось. Смотрите, какие волосики классные. Такие прям оп. Как в рекламе. Оп. Вообще здорово. Поэтому мне понравилось. Причем расход маски очень маленький. Я чуть подсушила волосы с полотенцем и распределила, да? Начиная с кончиков. И даже корни затрагивала. Мне интересно было прямо на все волосы нанести. И совсем чуть-чуть отрасходовалась. Она так хорошо распределяется по волосам. Прям вообще здорово. И полчаса я обходила. Полчаса обходила. Без шапки. Все. Просто заколола волос. Полчаса обходила. Красота. Красота, девочки. Я довольна. Приехали домой. Сходили на плановый осмотр. У нас все хорошо. Нас посмотрели, послушали. Набрали 800 с чем-то грамм. Ну, 800-790, по-моему, да? Тоже как бы нормально. Нам сделали прививку от гепатита С. Я не ожидала. Но, в принципе, все нормально. Я, конечно, поражена, что в бесплатных поликлиниках делают ее вот такими вот иглами от двухкубовых шприцов. Мне кажется, с Ксюшей мы ходили платно делать в клинику. Там брали маленькие иголки от туберкулиновых, инсулиновых шприцов. Вот такие вот. Но ничего, она взвизгнула, как бы сразу успокоилась, как бы все нормально. Надеюсь, ничего не будет. Врач сказала, не гулять, не купать сегодня. Но мы, естественно, будем гулять. Потому что вот это не гулять, прививка от гепатита, она легкая. Ничего страшного не будет. Это тоже такие пережитки прошлого, советских времен, да? А купать не буду, конечно. Сегодня купать не буду. Мою местно подмою. Как бы купать не буду. Это ничего страшного. Мы и так гуляли сейчас 4 часа. Она до сих пор спит. Сейчас буду будить ее кормить. Потому что придет ко мне моя соседка-прикмахер. И будем все-таки стричься. Не знаю, девчонки, я, может быть, по челку. Видите, какая у меня уже челка. Но по челку, блин, это сантиметра два. Но, в принципе, нормально. По челку, каре, как думаете? Дофига, конечно, отрезать придется. Но сейчас посмотрим, придет. Я ее жду. Сейчас покормлю мелочи. И как раз будем стричься. Потом вам покажу, что получилось. Или уже вы увидите, скорее всего, раньше. Мне кажется, этот влог выйдет позже, чем обзор Фаберлика. Фаберлик, заказ придет завтра. Поэтому я вам буду уже, значит, Фаберлик снимать постриженное. Увидите раньше. Что еще хотела рассказать? А, еще нам сделали УЗИ сегодня. Всего и головку посмотрели, и животик, и забедренные суставы. Все посмотрели, все отлично, все хорошо. Теперь в следующий вторник, у нас по вторникам день малыша, мы пойдем сдавать анализы. По-моему, у нас офтальмолог и хирург, что ли, еще. В общем, на следующий вторник теперь у нас обследование. И потом будет перерыв. Через месяц она сказала записываться опять на прием. И еще одну прививку от гепатита. Составить их три штуки. Так что такие дела, девчонки. Пойду кормить и будем наводить красоту. А, сейчас сделаю вставочку. У нас, кстати, есть возле поликлиники бесплатная карусель. Там скверик такой небольшой, Ташир. У нас там кафе Ташир, пиццерия, шашлык и так далее. И рядом есть скверик. И там они сделали, представьте, бесплатную карусель детскую. Вообще здорово сегодня так они покатались там. Пока-пока. Ксюша, пока. Красота. Милада, пока. Ксюша, пока. Ну вот как бы и все. Постриглись. В общем, каре практически ровное. Чуть-чуть, конечно, подлиннее моей челки. Чуть-чуть. Но в следующий раз уже прям сравняемся. Слушайте, красота. Макушка совсем короткая. Совсем-совсем короткая. Вот. В общем, здорово. Я рада. Сейчас просто посушила феном. А так, если уложиться, фен щеткой вообще будет огонь. Вот моя фенщеточка снова вступает в дело. Прикорневой надо немножечко создать. В общем, вот так, мои хорошие. Я довольна. Мне очень нравится. Теперь вот это все дело отрастить. И мне кажется, будет вообще красота. То, что я давно хочу. Наконец-то. Ура. Девчонки, я тонировалась еще сегодня. Кто-то ковры выбирает. Представляете, кто-то еще выбивает ковры. А тонировалась сегодня еще. Вот в такой вот цвет получился. Потому что какая-то я сильно рыжая была. Сбегали, сгоняли за заказом. Блин, заказ помады Фаберлик. Ковер розовый передающий класс. Она сиреневая. Кануровация самая любимая. Сбегали за заказом Фаберлик. В чем удобство коляски. Да. Сейчас бы на машину попу посадила. Доехала, привезла и все. А тут мы такой километраж нарезали. В то же время с ребенком погуляли с двумя. В то же время... Ну, сосочку, ну. В то же время калорий потратила сколько. Походила. Да. Держи, держи. Держи. Мы не спим. Сегодня вторую ночь. Спала полностью. Не просыпаясь. Накормление. То есть полдвенадцатого мы поели. Полвосьмого проснулась. Вчера так же было. Здорово. Уложилась фенщетка. Они прям кажутся короче после фенщетки. Мне хочется, чтобы они оказались подлиннее. Ну, ладно. Сейчас отрастет немножко. Все равно здорово. Уже практически ровная кора. Даже макушку не укорачивали. Вот. Забрали заказ. Почему-то у меня в двух короках. Сейчас, надеюсь, пока дойдем до дома. Я в тенечке пока встаю. Старшая тут гуляет на площадке. Пока дойдем до дома. Может быть, она заснет и будет спать. И я как раз вам спокойно тихо сниму заказ. Вот. Так что я прям ждала вот этого, чтобы с колясочкой ходить гулять. Во-первых, это движение. Во-вторых, это лето. Это круто. Да. В общем, красота. В коляске внизу коробки две стоят. Влезли. Очень замечательно. Сейчас добежим до дома. И буду снимать заказ. Надеюсь, даст мне этот маленький человек это сделать. Велосипед бросила. И где она? Такая площадка классная с мягким покрытием. Когда же у нас уже возле дома начнут делать? Обещают что-то крутое сотворить. Тоже с мягким покрытием. И все никак. Вот велик валяется. А ребенка нет. Убежала, наверное, дальше. У нас с сегодняшнего дня жара. 30 градусов. Завтра 32 и потом по нарастающей. Да, он туда на тренажера убежал. Сейчас пойдем искать. И велосипед валяется. Все нормально. Так и должно быть. Села одноклассников. Как бы ее отсюда увезти? В тенечке катаются. Еще этот человек скоро поедет на море. Вчера все-таки решили. Сестра моя ее берет. И она в конце июля стартует с ними на море. Я лишаюсь своей самой главной помощницы. Ну и вообще. Первый раз на такое время. Ребенок от меня уезжает. Волнительно. Тем более море. Ну, мы у нее спросили. Естественно, она хочет. Поэтому пусть едет. Пусть в этом году хотя бы она съездит на море. Я вам потом фоточки какие-нибудь. Видео смонтирую. Покажу. Она сказала, мама, не волнуйся. Я буду присылать тебе фоточки каждый день. Много-много. Чтоб ты не волновалась. Что делать, когда купаться пока не надо? Наливаю сюда воду. И тебе водичка. Только какашка. Только грязненькая, да? Ага. Ну, надо домой мы покупать. А если сделать вот так, то получится кашей. Можно скамкать комок. И кидать. Почти как снег. Да, если зимой нет. Мы снова купаемся. Жара неимоверная. Малышка спит в коляске. Папа наш сидит. И на две недели еще вперед точно такая жара. Очки какие-то откопала девчонки. По-моему, это Эйвен или Фуберлик прошлогодний. Не помню, если честно. Они оказались такие хорошенькие. Что-то я на них внимание не обращаю. Очков висит тьма. Я все в одни хожу и хожу. Водичка опять в парное молоко. Классно, необыкновенно. Вечером вообще при второй дыхании открывается. Это же дом. Но совсем невозможно. Сейчас покажу вам шарики. У нас здесь взлетели. Взлетели. Воздушные. В целых четыре шарика. И вам еще камера передает их дальше. На самом деле они ближе. Они сейчас будут над фрубдом. Вообще класс. Так здорово. Только взлетели, наверное, где-то здесь рядом. Вообще красота. Ой, как здорово. Я их вижу гораздо ближе. Четыре вижу, да, малыш, вижу. Четыре. Вообще супер. Ой, один прям куда-то в деревья приземляется. Совсем низко летит. Мне кажется, сейчас заденет дерево. Ой, как низко, правда. Синенький вот этот вот в клеточку. Ой, мне кажется, он сейчас заденет, правда, деревья. Ничего себе. Ой, совсем упустился. Даже интересно. Вот он куда-то за дерево спрятался. Все, я его не вижу. Неужели он сейчас правда там где-то зацепится? Обалдеть. Слушайте, он четвертый так и не появился. А вот первый, который, он практически уже над прудом летит. Вообще круто. А четвертый куда-то осел. Неужели правда они там застряли? Класс. А, вон он он, да, четвертый, выходит из-за деревьев. Представляете, он рядом с чьей-то дачей сейчас летит. Прям рядом, вплотную. Вон там дача на бугру. Обалдеть. Как же круто. Ой, не дельтаплан. Дельтаплан, наверное, летит. Вон, да. Видно вам? Вот видите, точка гудит. Дельтаплан. Я представляю, сидишь так вот на даче мимо тебя, прям вплотную над твоим охородом. Шар. Ой, ну вот этот первый, мне кажется, сейчас точно брежется в деревья. Как он сейчас вылетит? Или в дачу в чью-нибудь засядет? Здорово. Они прям вот они. И над шариком прям летит дельтаплан сейчас жужжет. Вот опять к другой даче вплотную. Вот там где первый шар, там дачка на бугру. Оп, прям возле крыши. Круто как. В общем, они не поднимаются, интересно. Это так по заказу, низенько попросились. Сейчас на воду спустится. Блин, вообще круто. У них такой маршрут интересный, прям по горе. Обалдеть. Мне кажется, он вот этой корзиной сейчас поблит по карьеру. Смотрите. Корзину вообще не вижу. Они едут, мне кажется, по этой горе. Да, вижу, малыш, вижу. Вообще, вообще прикольно. А вот дельтаплан жужжит. Вот он. Не, ну, это прикол. Смотрите, как они низко. Так, а вот дельтаплан. Если я правильно назвала, это чудо-технику летящую сейчас в небе. Тоже низко. Круто. Но шарики это вообще. Так, вот вижу уже корзину. Ой, сейчас два столкнутся. Сейчас столкнутся два. Обалдеть. Вот опять там на чьими-то дачками и прям пролетает. С ума сойти. Ребенок мне в шоке. Представляете, как низко? Класс. Я бы тоже сейчас так полетала. Мы как-то узнавали цену? Мне кажется, еще Ксюша у нас не родилась. Что-то было в районе 12 или 17 тысяч на человека. Вот как-то так, блин, вообще так здорово. Это опять же, я говорю, вот вам камера, она как-то отдаляет их все. Мне они гораздо ближе и больше сейчас вообще. Я тут стою прям в шоке. Круто. Слышно даже вот этот вот огонь в корзинах. Ой, прям вообще. Все, по земле точно корзина едет у первого шара. Сто процентов. С ума сойти. С ощущением, что синенький застрял. Никак он оттуда не может вылететь. Один уже высоко. О, как здорово. Вообще приблизить. Попробовала съемку. Я их приблизительно так вижу. Качество, конечно, страдает. Вон он синий. Никак он оттуда не выйдет. Ну, никак. А эти уже улетают. Четвертый вообще не видно. Синенький, давай. Мы за тебя болеем. Он точно по земле елозит. Псюша говорит, если бы мы были там, мы бы могли взять. Далеко может было потрогать, если бы мы на том берегу были. Однозначно. О, наконец-то синий взлетает. Влетает, взлетает потихоньку. Девчонки, напишите, кто летал на таких шариках. И какие у вас расценки. Очень интересно. Потому что на самом деле, мне кажется, это незабываемое впечатление. Продолжение следует...